В Кумертау прошел третий этап чемпионата Республики Башкортостан по мотокроссу. Гонки проходили на трассе, недавно построенной на Кумертауском угольном разрезе. Эти соревнования уже стали очередной спортивной традицией для нашего города. Поэтому организаторам помогает и городская администрация, и муниципальные предприятия. На открытии спортсменов поздравил глава администрации города Борис Беляев, а также многократный чемпион мира по мотогонкам Николай Красников. Борис Владимирович, большое спасибо. Четыре года назад мы даже не представляли, что здесь может появиться трасса, здесь был карьер. Совместными усилиями нам удалось сделать этот спортивный объект, благодаря поддержке администрации, также спонсоров. Я надеюсь, что мы закончим еще длинные петли, которые были запланированы по проекту, и на этой трассе можно будет проводить всероссийские и международные соревнования. Погода выдалась сухая и жаркая, поэтому перед началом заезда в трассу полили водой. Первыми на трассу вышли мальчишки 6-7 лет, но здесь так говорить не принято. Это спортсмены в классе 50 кубических сантиметров. Пара. Это Владимир Кирилловского. Винокарский ребенок. Напряжение нарастает с каждым новым заездом. На трассу выходят спортсмены на все более мощных мотоциклах. Прыжки становятся выше, треск моторов перерастает в рев. Юниор Вячеслав Дроздов на протяжении всего заезда показывал отличные высокие прыжки на трамплинах, но в результате ошибки допустил падение на самом финише. Болельщики волновались не меньше тренеров и самих гонщиков, но это был еще не самый мощный класс мотоциклов. На следующем заезде трасса и зрительские зоны были буквально накрыты сплошным пыльным облаком. Здесь столько пыли, что ей покрылась уже вся одежда и техника. Спортсменов на дальних участках трассы уже почти не видно. В открытом классе выступали ветераны мотоспорта. Здесь самые мощные мотоциклы и самые опытные спортсмены. За уху очень сильные спортсмены выступают. Это 90-кратный чемпион мира Николай Красников. Плюс очень сильный ледовик, один из участников чемпионата мира Динар Валеев. Есть хорошие юниоры там, Иван Гаврилов. Ну, естественно, в этом как бы никогда не смиряется с этим Горняк училы, потому что это чисто профессиональная такая кроссовая команда. Братья Аюпова очень сильно едут, едут в открытом классе. Арслан Гайнулин. Это был только предпоследний этап соревнований. По регламенту финальный этап пройдет в Нефтекамске. Роман Бекулов, Валерий Козлов, телекомпания Арис.